МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске жаркое застолье. У матери 65% ожога, у отца 45%. В МЧС призывают быть бдительными. В заложниках у пожара могут оказаться многие. Неудачный промысел. Утром я вышла во двор. На своем автомобиле я не обнаружила госномеров. Но за два месяца красивые цифры не принесли вымогателям ни копейки. Сосуды под присмотром. Ранее мы это делать не могли. Высокотехнологичная кардиопомощь жителям области обеспечена. По заметному и важному с жизни города и региона. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнем с главного. С приходом тепла вероятность возгораний и пожаров увеличивается. И даже несмотря на дождливую погоду, частный сектор находится под угрозой. Как не стать заложником ситуации и обезопасить свой дом, расскажет Карина Закирьянова. Под крышей этого дома уже никто жить не будет. Печная труба до обгорелой стены. Все, что от него осталось. Артем Вохмин жил здесь вместе с родителями. На момент пожара его в доме не было. Только отец и мать. Они в реанимации. В очень тяжелом состоянии. У матери 65% ожога. У отца 45%. Родители были пьяны. Не знаю, там стояла бутылка с бензином. Не знаю, что произошло. Внутри дома предварительная причина трагедии вырисовывается. Бычки, стопки, следы застолья. Праздник в этом доме закончился печально. Вообще же с приходом тепла жителям частного сектора надо быть особенно внимательными. С начала года 42 пожара. Три человека погибло. Сотрудники МЧС проводят рейды, выдают предписания, просят обратить в первую очередь внимание на печки. Если имеются какие-то прогары, трещины на отопительных приборах, естественно, их необходимо заделать, замазать, печные трубы оштукатурить, побелить. Газовое оборудование тоже надо проверить. А еще не забудьте прибрать территорию возле дома. Весь мусор долой с участка. Только не сжигайте, не поленитесь отвезти хлам на свалку. Еще одно правило пожарной безопасности в частном секторе – это печки отдельно, дрова отдельно. Вот эта полинца, по идее, должна находиться подальше от дома и других построек. Но земельные участки в частном секторе, как правило, маленькие. Все расположено близко друг к другу. Например, сразу за этой полинцей находится чужой дом. И если она загорится, то огонь тут же перекинется и к соседям. По идее, между деревянными домами должно быть расстояние не менее 15 метров. Так называемый противопожарный разрыв в этом районе и десяти не будет. Так что жители этих домов – заложники ситуации. Карина Закирьянова, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро. Запрета на нахождение в лесах еще нет, но профилактические противопожарные работы уже идут. Диспетчерская служба лесного хозяйства региона начала работу в усиленном режиме. Облет территорий в круглосуточном режиме осуществляет авиация. Проверено техническое состояние пожарно-химических станций. Закуплены дополнительно 67 единиц гусеничной техники. С начала года уже проверили пункты сосредоточения противопожарного инвентаря у всех арендаторов лесных участков, у охотничьих хозяйств, имеющихся на территории области. В принципе, работа прошла удовлетворительно. Конечно, были замечания, были предписания по целому ряду предприятий. Но на сегодняшний момент все эти предписания учтены. С начала апреля ведется круглосуточный мониторинг лесного комплекса. Ведется наблюдение за 40 термоточками. То есть зонами, требующими пристального внимания пожарной охраны. Пока случаев возгораний в области не зафиксировано. Далее обзор событий о том, когда закончится отопительный сезон и как прошла трезвая пятница. Коротко, мои коллеги. 163 пьяных водителя задержали за пятницу и выходные сотрудники ГИБДД. Неадекватнее всех вел себя водитель Хендай Солярис, остановленный инспекторами на улице Мельникайте. Несколько раз он пытался убежать от полицейских, рыдал, падал и бился головой в асфальт. Это видели многочисленные прохожие и зафиксировала видеокамера. Результат видите? Результат видите? Какие цифры? 0,2. С результатом оседельствия согласны? Нет, надо ехать в Симакова. На Симакова, давай быстрее направление. Водитель уже лишался прав за езду в нетрезвом виде, а несколько дней назад передал руль пьяной жене, у которой вообще нет водительского удостоверения, за что и получил протокол. На этот раз на него составили сразу 7 административных материалов. Коммунальщики обнулили счетчик. Среднесуточная температура с 8 градусов упала до 6, а значит 5 дней до окончания топительного сезона отчитывать рано. Но итоги его сегодня подвели в администрации Тюмени. В прошедшем сезоне тепло горожанам дали досрочно. Больших отключений тепла за всю зиму случилось два на Харьковской и Пермяково. Работу аварийных бригад подвергли критике. Кроме того, компания ОТСХ и Тепло Тюмени, несмотря на статус серьезных организаций инвесторов, недостаточно применяет новые технологии, существующие на сегодняшний день в отрасли, в связи с чем на поиск повреждений у нас уходит достаточно много времени. Что касается подготовки к новому сезону, сейчас утверждается графика прессовки. Она, как и в прошлом году, пройдет по семи участкам. Перевозчики перешли на летнее время. Новое расписание можно узнать на сайте предприятия Тюменьгортранс в газетах и по телефону горячей линии. Кстати, ежедневно звонят более 600 тюменцев. Там, где жалоб от садоводов не поступало, движение автобусов останется привычным для дачников, но изменения все же коснулись некоторых маршрутов. На 98-м, 99-м, на 151-м маршруте было добавлено по одному транспортному средству, чтобы облегчить выезд из этих обществ. По 147-му маршруту в будние предложено заезжать в садовое общество «Незабудка». В этом дачном сезоне водителям автобусов усложнили задачу. Например, количество рейсов по 85-му маршруту увеличено с 9 до 12 по просьбам дачников. В Калининском округе сегодня запустили первый фонтан на аллее молодоженов. После зимы коммунальщикам пришлось убрать скопившийся мусор, почистить насосы и заменить некоторые детали. Сейчас техники корректируют движение воды. У каждого фонтана регулировка своя идет и свой рисунок, соответственно. Настраиваться, чтобы лишняя вода не выбрызгалась ветром, потому что ветра, как на этом фонтане особенно, тут пока каждый день, считай, ведра проходят, то есть его сильно не поднимаем, делаем так, чтобы людей не обрызгивалось, соответственно. В ближайшее время включат фонтаны и в других районах города, так что полюбоваться ими можно будет во время прогулок уже в эти выходные. А жители Тюмени бьют тревогу. Госномера с автомобилей пропадают с завидной периодичностью. Более того, мошенники вымогают за украденные крупные суммы и не скрывают, зачем они это делают. Все раскроет Айгули Рахматулина. Утром я вышла во двор. На своем автомобиле я не обнаружила госномеров. Юлия лишилась государственных регистрационных номеров своего автомобиля из-за так называемого красивого сочетания цифр и букв. В лобовом стекле была засунута бумажка с номерами телефонов, по которым я должна была позвонить для того, чтобы вернуть госномера. Звонить я никуда не стала. Сразу обратилась к сотрудникам полиции. Злоумышленниками оказались двое молодых людей. В качестве выкупа они просили перечислять им деньги на мобильный телефон. Сумма от одной до четырех тысяч рублей. И преступлению нашли оправдание. Нам нужны были деньги на поездку в Ноябрьск. Не хотели у родителей как бы брать самостоятельные же. И решили заняться таким промыслом. Горе-промысел длился два месяца. Ночью снимали номерные знаки с автомобилей. А утром, что интересно, работали в одной из сотовых компаний. Иван свою вину полностью признал. Но лицо все-таки попросил скрыть. Говорит, стыдно. В данном случае по конкретному уголовному делу 35 потерпевших. То есть каждый из них со своим заявлением обращался в органы полиции с целью установления этих государственных номеров. Полицейские отмечают спресс-краш автомобильных госномеров в Тюмени. Они советуют не идти на поводу у вымогателя, а сразу же обращаться в полицию. Герои этого сюжета приговорены к одному году условно. Также и пришлось выплатить всем потерпевшим около 100 тысяч рублей. Кстати, в Госдуме на рассмотрении находится закон об ужесточении ответственности за подобные нарушения. Если поправки будут приняты, то сумма штрафа вырастет до 200 тысяч рублей. И вряд ли удастся отделаться только лишь условным наказанием. Айгуль Рахматуллин, Александр Изосимов, Сибинформбюро. А количество автоугонов в областной столице заметно снизилось. В рейтинге уральских городов областная столица занимает последнюю позицию. Вместе с Тюменью ее разделяют Пермь и Нижневартовск. Их совокупная доля составила 11,5%. На третьем месте Магнитогорск, на втором – Челябинск. Лидер в списке угонов – Екатеринбург. Что касается самих автомобилей, на первом месте самой угоняемой стала Toyota RAV4. На втором месте – Toyota Camry. А на третьей позиции расположились отечественные вазы, 12-е и 14-е модели. Стремиться к лучшему и быть первыми – такие цели ставит для себя тот, кому здоровье позволяет. Кто среди школьников нашей области готов к труду и обороне, расскажут мои коллеги. Мяч кидается из-за головы. Четко следовать правилам, а главное – показать себя самой выносливой командой. Ребятам из Тобольска, Елутровска, Абадского, Бердюжского и Нижне-Табдинского районов предстояло за несколько часов стать готовыми к труду и обороне. Один из самых легких, на мой взгляд, нормативов – это метание мяча. Кстати, мальчики кидают вот такой, который весит целый килограмм, а девочки – баскетбольный. Попробуем. А еще упражнение на гибкость, прыжок в длину, подтягивания, отжимания, челночный бег и стрельба. Илья Степанов этим видом увлечен серьезно. Даже обмундирование с собой привез. Эта форма помогает фиксировать движение, чтобы при стрельбе не было никаких шатаний, ничего. Она помогает. В нашей стране нормы ГТО были обязательными ровно 60 лет – с 1931 по 1991 годы. А значки носили как дети, так и пенсионеры. Все, кто только был освобожден по здоровью, участие в этих интересных соревнованиях, ну, каким-то образом были в качестве болельщиков. О готовности к труду и обороне в 90-х забыли. И только с 2000-х начали возрождать идею снова. Мотивация та же, что и десятилетия назад – быть лучшими. Он спортсмен не только по сути, но и по духу. Он боец. И это было гордостью. Были соответствующие стенды, на которых фотографии лучших спортсменов, предприятия, школы, вуза, они были очень почетные. В том числе у меня тоже были эти знаки. Чтобы получить золотой значок, подростку 13 лет необходимо было прыгнуть в длину на 3,5 метра. Сегодня и цифры меньше, и стимул иной. Нужно быть красивым. Для девчонок. Ну а в этих соревнованиях первыми стали ребята из Нижней Тавды. Их команда из 11 человек отправится в Москву 2 июня на Красную площадь на 9-й Всероссийский форум ГТО. Миссия почетная и выполнимая. Ольга Гапеева, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро. За гранью человеческих возможностей, но под силу новым технологиям. У тобольских кардиохирургов появилась возможность наблюдать за сосудами в режиме онлайн. И проводить сложные операции на сердце. О тонкостях современного подхода Ольга Куричко. 7 лет Андрей Прохорихин практиковал в Тюменском кардиоцентре. Теперь внедряют новые технологии в Тобольске. Через прокол в области бедренной артерии ставится тонкая трубочка. Через нее проводится диагностический катетер, который доходит до артерии сердца. Мы сразу же видим, где у нее дефекты заполнения, изгибы, закупорки, обводки. Рентгенаппарат позволяет наблюдать за состоянием сосудов в режиме онлайн. И делать снимки обеих артерий пациента под разными углами. Отобольские врачи получили мощное подспорье в диагностике ишемической болезни сердца. Проводя коронографию здесь, они смогут оперативно выбирать тактику лечения пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Только в 2012 году в областной больнице номер 3 лечили 500 больных с острым коронарным синдромом. Половине из них требовались операции. Коронарография будет проводиться в остром периоде инфаркта миокарда. Ранее мы это делать не могли. В остром периоде инфаркта миокарда больные не обследованы были. Только на аппаратуру операционной потрачено более 30 миллионов бюджетных рублей. Высокотехнологичную помощь пациенты будут получать бесплатно. На сегодняшний год у нас пока определено 150 квот. На сегодняшний момент сделано уже 26 коронароангиографий. Плюс к этому наше дальнейшее движение это в рамках сосудистой программы, естественно, обследование сосудов головы. Уже в мае здесь планируют выполнять операции на сердце. Лечить кардиоболезни в областной больнице номер 3 смогут жители Тобольского, Увадского, Вагайского и Тобольского районов. Ольга Куричко, Михаил Куричко, СИПИН Форумбюро. Кстати, в майские праздники и выходные медучреждения города будут работать по праздничному графику. 30 апреля и 8 мая поликлиники открыты с 8 до 19 часов. А 1, 3, 5, 9 и 12 мая прием экстренных больных проведет дежурный врач. Обращаться нужно с 9 до 12 часов. Будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. 2, 4, 10 и 11 мая участковые врачи примут пациентов с 9 до 16 часов. В эти же дни можно вызвать врача на дом. Также будут работать процедурные и перевязочные кабинеты рентгенотделения и кабинеты ЭКГ. А узкие специалисты проведут прием по своему графику. Его можно уточнить в поликлиниках. 9 мая страна отметит 68-ю годовщину со дня победы. В специальном проекте, посвященном этой дате истории тех, кто сражался за нашу страну и на фронте, и в тылу. Пока мы помним, мы живем. Моего прадедушку зовут Пешков Николай Захарович. Его призвали на войну 1942 года в 18 лет. Он был связистом. Ему пришлось ходить по минным полям. И он получил очень большую рану. В него попали осколки. И даже один осколок остался у него в груди, рядом с сердцем. Я люблю своего прадедушку. И рад, что он вернулся с войны. Отсвободил нашу родину от фашизма. В поселке Московский вот уже 14 лет строят храм Рождества Пресвятой Богородицы. Своими силами и на пожертвование. А в эти выходные уже осветили купол. Почему стройка тянется аж с прошлого века, выясняла Ольга Гапеева. Этого дня жители поселка Московский ждали почти 14 лет. По кирпичу кусами возводили стены долгожданного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Так как мы все-таки исторически православные люди, то, наверное, в каждом поселке должен быть храм. Для того, чтобы была возможность у людей причащаться, исповедоваться, молиться. 6 июня 1999 года считают началом масштабной стройки, только затянувшейся. Все потому, что в те годы не было достаточно средств. Денег едва хватило на два временных вагончика. Их поставили в 2004 году. И по сей день это и трапезная, и часовня. У нас служба идет. Раньше нас окормлял отец Григорий. Сейчас нас окормляет отец Илья. Он непосредственно у нас как служащий клирик. И у нас каждую неделю сейчас идет литургия. Приход разросся. Местные прихожане активные, а главное инициативные. И на пожертвования щедрые. Но в прошлом году финансовую помощь оказала областная дума. Практически 12 миллионов рублей. Конечно, денег на все не хватит. Останутся работы по фасадам. Внешний вид надо будет штукатурить, облагораживать. Богоустройство. Кстати, храм стоит на фундаменте бывшей вечерней школы. Селяне считают это очень знаковым моментом. Потому вблизи планируют возвести образовательный и церковный городок. Первый шаг к исполнению мечты уже сделан. Это освещение куполов. А вот установка их дело долгое. Погода и ветер процесс усложняют. По самым радужным планам храм должен открыть свои двери прихожанам уже в конце этого года. Также на территории храма вскоре должна появиться новая воскресная школа и лечебница. Ольга Гопеева, Евгений Доценко, Сивенформбюро. Все достопримечательности как на ладони. Вот откуда можно полюбоваться всеми красотами Тюмени, так это с последнего этажа высотки на Мельника и Тималыгина. Пентхаус пока свободен и ждет своего покупателя. На презентации побывали и мои коллеги. Прием гостей прошел на самом высоком уровне. Двухэтажный пентхаус находится на отметке 99 метров. Общая площадь 305 квадратов. Первый уровень, конечно, подходит больше для, так скажем, условной части, общественной части, где можно расположить гостиные, кухни-столовые, галерею для предметов искусств. А второй верхний уровень больше подходит для приватной части квартиры. Увидеть и оценить все прелести жилого комплекса «Паруса» можно с помощью специально разработанного интерактивного проекта. Можно посмотреть, выбрать корпус, который интересует человека. Допустим, выбираем первый корпус, выбрать этаж. И здесь же автоматически показывается, какие квартиры проданы на этом этаже, какие остались в наличии. Выбираем, допустим, квартиру. Здесь же уже представлена планировка. Планировки, кстати, очень умные. Специалисты обещают, что смогут оснастить ваш дом по последнему слову техники. Вам не нужно теперь иметь отдельно кондиционеры, отдельно от него пульт, отдельно от телевизоров. Все можно вывести на одно устройство. Такое, например, как сенсорные панели настенные, либо переносные устройства, такие как вот планшет iPad. Но даже самый красивый интерьер не сравнится с видом, который открывается из окон пентхауса. Изюминкой нашего пентхауса является купол на втором этаже, потому что он делает уникальным это помещение. Хороший телескоп и комната превращается в обсерваторию, где можно по ночам прогуляться по звездам. Так что, став собственником этой элитной недвижимости, возможно, будет смело считать владельцем неба и хозяином горизонта. Ирина Копяна, Александра Сосновская, Евгений Доценко, Сибинформбюро. Экзотика по праву заняла свое место и на прилавках магазинов. Омские деликатесы хорошо известны тюменцам. А с недавнего времени специально для нашего региона выпустили Дель Марко и Бужане. Причем здесь французский акцент знает Владислава Ферцева. Сибирский продукт с французским акцентом. Колбасы Бужане и Дель Марко появились на прилавках Тюмени полгода назад, но уже нашли своего ценителя. Вкусно, съедобно. Выглядит очень аппетитно. Бужане. Ну и как вам? Вкусно. Сейчас пытаюсь найти. Попробую найти ее. Рецепты новинок разработаны технологами омского бекона специально для тюменских покупателей. Одна из них – деликатесная колбаса Дель Марко, изготовленная из крупных кусочков свинины и говядины. Ее особенность – красивый мраморный срез и черный перец горошком. Рецепт у нас уникальный. Это наша разработка. В том числе вот эти замечательные специи с перчиком, горошком придают очень уникальный вкус продукту. Еще одна отличительная черта Дель Марко – необычная форма. Для этого колбаса помещается в специальные прессы. В этих сеточках колбаса проходит только процесс термообработки. То есть формовка, потом выдержка в холодной температуре – это называется осадка, и потом копчение и варка. Прессуется колбаса вручную. В качестве можно не сомневаться, на предприятии действует строгая система контроля. Прежде чем попасть на прилавки магазинов, продукция проходит 40 точек проверки на всех стадиях производства. Сейчас омский бекон выпускает 285 видов различных изделий. Бужане – еще одна из новинок. Это вареная печеная колбаса с добавлением сыра. То есть сыр подготавливается очень крупными кубиками, нарезается, очень красиво выглядит на срезе. Изысканный вкус сыра, тонкий мясной аромат. Рецепт бужане также был разработан специально для тюменцев. А чтобы каждый покупатель мог оценить старания сибирских производителей, продукт выпускается в двух форматах – большой батон и поменьше. Владислава Фирцева, Сергей Жернаков, Сибинформбюро. После пятилетнего перерыва в Тюмени снова ночь пожирателей рекламы. В этом году показ совместили с вручением народной ресторанной премии «Золотая вилка». Остались ли в Тюмени любители отведать лучших рекламных роликов? И кто обзавелся золотым столовым прибором, уточнит Мария Арианина. В Тюмени устроили двойной праздник. Слияние мероприятий в этом году – специальный замысел организаторов. Мы решили сделать что-то фееричное, такое грандиозное и объединить два мероприятия. На самом деле представители ночи пожирателей рекламы в России, но у них не было такого объединения таких мероприятий. И мы оказались первыми. Я думаю, что это очень удачный опыт. Даже, мне кажется, другие города захотят подхватить нечто подобное, потому что на самом деле они очень похожи. Гостей развлекали, почивали вкусными напитками, а проголодавшиеся могли отведать мясную продукцию от спонсоров мероприятия. Но все развлечения не затмили главных поводов для праздника. Золотые столовые приборы нашли своих обладателей. Мы подведем итоги народной представленной премии «Золотая вилка». Награды получили Александровский паб, кофейня «Шоколадница», ресторанный комплекс «Астра», рестораны «Храброе сердце», «Сан-Марина» и «Золотой лотос». На юбилейное мероприятие «Ночь пожирателей рекламы» пришли все. После пятилетнего перерыва к нам вновь вернулись лучшие рекламные ролики со всего мира. В этом году Тюмень поставила рекорд. Все билеты были проданы еще за три недели до начала рекламной ночи. Возможно, в следующем году интерес будет еще большим, ведь организаторы пообещали придумать что-то необычное и интересное. Мария Рянина, Леонид Ализаревич для Сибонформбюро. На сегодня у меня все. Удачной вам недели и только хороших новостей. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!